Терапия Добрый день! Чем раньше назначена терапия, тем эффективнее лечение статуса. В одном ретроспективном исследовании было показано, что терапия базовыми препаратами оказалась эффективной в первые 30 минут статуса у 80% больных. Однако в случае, если лечение начиналось более чем через 2 часа от начала статуса, количество респондеров составляло менее 40%. Препараты для лечения ГСС можно разделить на 4 группы. Препараты скорой помощи на месте, которые могут вводить родственники больных, препараты первой линии, бензодиазепины, препараты второй линии, другие парентеральные, АЭП, и средства для наркоза, использующиеся при рефракторном статусе. Крупнейшее исследование различных схем стартовой терапии ГСС было проведено Дэвидом Трионом и Саактором. Эффективность в группе Лоразепама составила 65%. Феноборбитала 58%. Диазепама и фенитарина 56%. И фенитарина 44%. Лоразепам был эффективнее фенитарина, остальные различия были недостоверны. Не было выявлено никаких различий между 4 схемами лечения по частоте побочных эффектов или исходом заболевания. Пациенты с продолжающимися эпилептиформами разведывания на ЭЭГ, находящиеся в коме, то есть угасающим эпилептический статус, отвечали на терапию лишь в 8-24% случаев. Продолжительность противоприставного эффекта диазепама была намного меньше, чем у лоразепама. Диазепама отличается высокой липофильностью, что объясняет его быстрое поступление в ткань мозга уже при первом прохождении через мозговые сосуды. С другой стороны, высокая липофильность введет к быстрому перераспределению препаратов в жировую ткань, что обуславливает короткую продолжительность действия диазепама. Для поддержания эффективной противоприставной концентрации диазепама в веществе мозга, повторное введение препарата требуется каждые 15-30 минут. Вероятность того, что второй или третий препарат будет эффективен при неудаче стартовой терапии, составляет не более 7%. Полученные данные подвергают сомнению любую стратегию, заключающуюся в пошаговом назначении одного препарата за другим, и свидетельствуют в пользу как можно более раннего начала агрессивной терапии, например, наркоза. С другой стороны, данных, свидетельствующих о большей эффективности такого подхода, также не получат. Если статус развивается вне стен больницы, помощь должна быть оказана на догоспитальном этапе. Ее эффективности было посвящено проспективной клинической исследовании, проведенной в Сан-Франциско. Взрослые и больные были рандомизированы на группы, получавшие лоразепам, диазепам и плацебо. Эффективность лоразепама и диазепама была достоверно выше, чем у плацебо. Напротив, частота осложнений со стороны дыхательной и сердечно-сосудистой системы была выше в группе плацебо. Полученные результаты подтверждают эффективность и безопасность бензодезепинов на догоспитальном этапе лечения статуса. Рефрактерным называется эпилептический статус, не отвечающий на 2 или 3 правильно назначенных препаратов. Для лечения данного вида статуса наиболее часто используются системные анестетики. Их титуруют до подобрения эпилептифорной активности на ЭГ, по крайней мере в течение 24 часов. Данный препарат назначается в высоких дозах в виде длительных инфузий. При их применении необходимо мониторирование гемодинамики, дыхания и мозговой функции. Часто требуется введение вазопрессоров и искусственная вентиляция. Таким образом, применение этих медикаментов возможно только в условиях реанимационного отделения. В ряде случаев при рефрактерном статусе с положительным эффектом применялись высокие дозы кортикостероидов. Однако их эффективность не была систематически исследована. Существует противоречивое мнение о том, какая картина ЭГГ служит доказательством эффективности лечения рефрактерного статуса. Некоторые исследователи тетруют дозу системных анестетиков до подавления фоновой активности на ЭГГ. Другие считают необходимым только подавление разрядов эктальной активности. Последняя тактика представляется более предпочтительной. В клинической практике для санации ЭЭГ обычно используется более одного системного анестетика. Однако обоснованность такой схемотерапии также не доказана. Важнейший вопрос в терапии рефракторного статуса – как долго поддерживать лекарственную колбу? И как снижать дозу системного анестетика, ее вызывающего? Ни по одному, ни по другому вопросу нет исчерпывающих данных. Большинство специалистов действуют следующим образом. Добиваются уплощения ЭЭГ на 48-72 часа. И затем начинают снижать дозу препаратов. Перед тем, как уменьшать дозу анестетиков, необходимо добиться адекватной концентрации АЭП в крови больного. Если эпериптеформная активность на ЭЭГ вновь появляется, доза анестетика вновь увеличивается. Еще на 48-72 часа. И подобный процесс может повторяться столько раз, сколько это необходимо. Некоторые пациенты выздоравливают через 6 и более недель лекарственной колы.